В эфире студия «Репортер». Здравствуйте, меня зовут Виталий Хемий. Проект «Открытый университет» при активной поддержке Национального университета Одесской юридической академии продолжает свою работу. Мы сегодня говорим об этом проекте. У нас в гостях декан факультета журналистики Юракадемии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Добрый вечер. Студентка первокурсница, волонтер проекта Анастасия Доши. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие цель предназначения проекта, который в этом году так громко о себе заявил и вышел за стены Юракадемии? Во-первых, «Открытый университет» — это международный проект. Его поддерживает Немецкая ассоциация университетов, и есть такая сеть университетов, DV International организация. Мы подавали заявку, участвовали в проекте, поскольку DV International поддерживает многие молодежные организации, украинские и других стран. Это международная организация. И они отбирали проекты, которые бы преследовали цель распространять идеи неформального образования взрослых. И мы на факультете журналистики поняли, что у нас есть сильная сторона, у нас есть очень хороший потенциал кадровый, у нас есть преподаватели, которые на самом деле готовы поделиться своим опытом и пригласить на свои курсы, мастер-классы, лекторий любого желающего, кто бы хотел получить новое знание. Наш проект отобрали, мы выиграли, и с 1 июня этот проект стартовал именно в Одессе. Его цель, еще раз повторяю, это цель распространять идеи неформального образования для любого желающего взрослого человека. То есть это не только для студентов, но и люди среднего возраста, старшего поколения могут перейти к нам, и это все бесплатно, и поучаствовать в наших проектных вот таких курсах, лекториях и так далее. Из того, что уже прошло, что Анастасия запомнилась вам, вы, я так понимаю, часть лета потратили именно на работу в этом проекте? Правильно. Наверное, самым ярким событием была встреча с известным писателем, поэтом и журналистом Дмитрием Быковым. На встречу пришло много человек, несмотря на то, что было подано около 80 заявок, но встреча проходила в библиотеке Грушевского на Троицкой. Пришло гораздо больше людей. И это были не только студенты и молодежь, это были люди среднего возраста, также старшего поколения. То есть заинтересованных было очень много. Дмитрий Быков читал свою поэзию, а также отвечал на вопросы его почитателей. Для вас, как для начинающей студентки, это опыт, это жизненная школа, это возможность научиться чему-то в будущей профессии или как-то познать мир с другой стороны? Безусловно, это опыт, так как я для себя поняла, что общение с такой личностью расширяет кругозор и дает возможность понять, что ты выбрал ту дорогу и ты действительно сможешь развиваться в той сфере, в сфере журналистики. Если работать, постоянно совершенствоваться, в том числе работать над собой. Мы заявили тему, как продолжение работы этого проекта. Летом все не ограничивается, не заканчивается. Что ждет впереди? Если вообще поговорить об этом проекте, то что же мы выбрали, когда презентовали его на конкурс? Мы выделили в нем несколько таких составляющих. Первый составляющий мы назвали гражданской лекторией. Мы приглашаем интересных спикеров, которые заявляют свою тему и на протяжении двух-трех часов они как раз делятся своими знаниями с любым желающим. Люди регистрируются и приходят на эти встречи. Кроме гражданского лектория в рамках нашего открытого университета стартуют курсы. И уже завтра у нас начинает свою работу курсы разговорного клуба «Conversation Club». Мы выбрали англоязычные курсы. Сейчас тоже идет регистрация и завтра будет первая встреча для любого желающего, кто хочет, наверное, в первую очередь перестать бояться говорить на английском. Мы будем приглашать англоязычных спикеров, которые, выбирая ту или иную тему на каждое занятие, будут обсуждать это с аудиторией. Таким образом, наши слушатели, наверное, все-таки наша цель начнут говорить на английском, если у них есть какие-то знания, хотя бы минимальный уровень. И здесь будем именно цель, чтобы их повысить уровень знаний иностранного языка. Кроме разговорного клуба, у нас еще есть курсы по фото и видеомастерству. Эти курсы у нас будут проходить в четверг, каждый четверг в 16.30 в библиотеке имени Грушевская на Троицкой, которая находится. Это партнеры нашего тоже проекта. И тоже любой желающий может прийти, записаться на эти курсы, поскольку они у нас будут проходить на протяжении трех месяцев. Вот с завтрашнего дня сентября и конец ноября заканчивается у нас именно этот проект. Кроме курсов по фото и видеомастерству, у нас еще есть так названное литературное кафе, в рамках которого была встреча у нас с Дмитрием Быковым. Литературное кафе. Мы приглашаем интересного поэта, писателя, музыканта. И в рамках наших встреч как раз они делятся своими знаниями. Мы слушаем их поэзию, задаем вопросы. И вот в такой непрерывной ситуации на самом деле и происходит наша литературная, возможно, литературно-музыкальная встреча. Вот мы выбрали вот эти четыре главные такие позиции в рамках нашего открытого университета. И поэтому если летом мы проводили всевозможные встречи, это были открытые площадки, мы проводили встречи у моря, библиотеки, у нас на факультете журналистики. Внутри дворик Академии мы проводили даже пару уроков танцев, пытались запустить. Некоторые ребята приходили к нам, участвовали. То уже с сентября у нас более серьезные уже будут такие встречи. Все-таки сугубо образовательного характера именно вот эти курсы, которые будут проходить, повторяю, если это разговорный клуб, это в среду с 16.30 до 19.30. Фото- и видеомастерская каждый четверг тоже в это же время тоже на площадке библиотеки Троицкой. Что касается гражданского лектория, то в эту пятницу, там же в библиотеке, в 16.30 у нас будет встреча с журналисткой фриланс из Нью-Йорк Таймс. Это Юлия Мендель, которая к нам приезжает, и именно она поделится со всеми желающими своими взглядами на тему «Новые тренды в зарубежных СМИ». Мы тоже планируем каждую неделю приглашать на гражданский лекторий интересных личностей, чтобы проводить этот лекторий. Я так понимаю, что на весь факультет с точки зрения организации дополнительная нагрузка, хоть небольшая, но и лыжица, но еще и ответственность. Это 100%. Работы у нас очень много, но я очень рада, что у нас на факультете, поскольку у нас две специализации, это и журналистика, и реклама пиар, то работа находится любому желающему. Поскольку пиарщикам нужно научиться организовать все это, да, освещать, журналисты тоже активно принимают участие. Я рада, что именно уже студенты первого курса у нас этим заинтересовались и принимают участие как организаторы, как волонтеры и как участники. Посмотрим завтра первое наше занятие разговорного клуба, кто же туда придет. Я так понимаю, Анастасия, что Ваша волонтерская деятельность не прекращается с наступлением регулярных занятий. Будете продолжать работать на благо проекта «Открытый университет». Я уверена в том, что я буду продолжать, и если в будущем мы продолжим этот проект, если в следующем году он также запустится, я уверена в том, что я приму в этом участие. Я так понимаю, что другие Ваши коллеги, да, может, студентки с первого курса и со старших курсов также не прочь Вам помочь в этом деле. Да, конечно, у нас на самом деле много желающих, и именно вот наш первый курс сейчас проявляет очень много активностей, инициативы, и мы трудимся. Я так понимаю, это у всех студентов и студенток первого курса еще горят глаза, когда еще журналистика не затянула полностью, и этим надо пользоваться. Да, Виталий, но не только первый курс принимает участие в этом. Я понимаю, что первый курс всегда выделяется у нас горящими глазами, это 100%. Но мне очень приятно, что этим проектом занимаются студенты старших курсов. Это очень важно. В этом году мы открыли магистратуру международной журналистики, и очень здорово, что наши ребята, хотя у них занятие начинается с 18 сентября, они к нам приходят, и я 100% знаю, уверена, что они вытянут тот или иной кусочек. То, что они сегодня приглашают спикеров, то, что ребята договариваются о проведении, открытии тех или иных площадок, на которых мы будем проводить мероприятия, то, что они предлагают, например, на разговорный клуб, они находят англоговорящих носителей языка, которые будут с модераторами этих встреч. То, что они помогают нам отбирать интересных личностей в рамках гражданского лектория. Но это дорогого стоит, и плюс это для них опыт. Кроме того, в рамках нашего проекта мы запланировали, что будет создан лонгрид, история этого микропроекта, поскольку мы заявили, что мы открываем двери, наш факультет, университет открыт городу, и любой горожанин может бесплатно ходить на эти курсы и приобретать те или иные навыки и умения. Мы проводили анкетирование, и было очень важно узнать, что сегодня хотят горожане, каких им не хватает знаний. На самом деле, после этого проведенного опроса анкетирования, я понимаю реально, что именно старшее поколение, среднее, тоже в том же числе, очень рады, что такой проект есть в Одессе. У них есть возможность прийти к нам и, наверное, пообщаться в первую очередь. Это для пенсионеров важно. Когда мы проводили литературную встречу у нас на факультете, то приходили некоторые женщины старшего возраста, они на самом деле делились своим впечатлениями, читали стихи. Для них было важно, они поблагодарили, что наконец-то, как они сказали, обратили внимание именно на это поколение. Им есть куда прийти, и они не стесняются, потому что им интересно это. Поэтому проект неформального образования взрослых как раз нам и покажет, от чего еще не хватает горожанам. И, может быть, через три месяца мы это как раз и поймем, и сможем дальше продолжать эти курсы, эти встречи. Возможно, появятся другие курсы. Одессе это скажет, да, это хорошо, мы хотим еще чего-то. Почему нет? Опыт многих европейских стран как раз показывает, что неформальное образование, за ним будущее. Это не обязательно, что я училась, например, на факультете журналистики, я буду только журналистом. А, возможно, я решила, я хочу заняться каким-то творческим аспектом. Либо, наоборот, я хочу изучить, я не знаю, там, бухгалтерское дело. А я не учила этого. Есть возможность неформального образования получить эти знания, умения и навыки. И вот именно проект, который поддерживает DV International, он работает во многих странах в Европе уже более 50 лет. Посмотрите, вот Германия, да, Швеция, Дания. Это очень успешный опыт этих стран, когда люди, взрослые приобретают новое знание, умение на протяжении всей жизни. У нас часто бывает такой работостереотип, вот я выбрала вуз, я получила образование, получила диплом магистра, обучилась 5 лет, все, я не могу поменять свое направление. Нет. Иформальное образование на протяжении всей жизни. Приобретайте навыки, получайте новые знания. Это тогда жизнь неинтересна. Как происходит приглашение людей? Я так понимаю, Анастасия, вы меня, может, поправите, но через работу в социальных сетях это немаловажное значение. Да, прежде всего, это наша страничка на Фейсбуке, страничка «Виткрытый университет». Там перед каждым мероприятием мы кидаем заявки, кидаем регистрации, и регистрация проводится онлайн через Google формы. После этого, когда проводится регистрация, мы перед непосредственно самим мероприятием извещаем, напоминаем людям, что завтра будет мероприятие. Люди заполняют формы, не говорят, что нет, я просто напишу плюсики, вот что вот я приду. Нет, активно проводится регистрация. Очень, почему спрашиваю, очень, мне кажется, важный нюанс в этом всем, это обратная связь. Вот мы говорим о том, что занимаемся неформальным образованием общества в целом, да, не только взрослые же приходят, приходят и молодежь, да. Поэтому мы сделаем такой сегмент в широком смысле слова общества. Нужен фидбэк, нужно понять, что вы, волонтеры, люди, которые приходят делиться знаниями, делают все правильно, но мы этого не поймем, если не будет обратной связи. Как налажена обратная связь? Сто процентов. Это очень важно и нужно. И сам проект тоже преследует цель посмотреть, а как на это отреагировали участники. Поэтому у нас всегда после любого мероприятия мы проводим анкетирование, когда люди заполняют и делятся своими впечатлениями. Они оценивают. Разная шкала бывает, пятибальная, десятибальная, что им понравилось, что не понравилось, чтобы поменять и так далее. Вот мы проводили тренинг, у нас был по медиаграмотности, по коммуникации, и как раз мы делились этими своими такими, да, оценочными суждениями. Кроме того, это непринужденное вот такое общение после проведенного, вот мы говорили, тренинга, либо встреча, ваше мнение, да, посмотрите, как люди реагируют, какие стоят еще запросы. И когда я вижу, что после одного тренинга те же самые участники записываются и хотят еще, наверное, это говорит о том, что это им понравилось, это интересно. Ну вот сейчас у нас, допустим, уже эти будут курсы, и мы будем завтра проводить отбор, поскольку это не гражданская лектория, это не литературное кафе, когда мы можем пригласить всех, и это единоразово на одну встречу. Курсы — три месяца, по окончании курса должен быть какой-то, если это, например, фотомастерство, это должен быть какой-то продукт, фото, мы будем устраивать несколько фотовыставок. Если это видеомастерство, должны быть какие-то микропроекты, мы подумали, что это, возможно, будут какие-то ролики социальной рекламы, но мы это еще послезавтра обсудим. И здесь важно, что человек, который записался на курсы, он реально должен каждую неделю выделять время, чтобы приходить к нам. Если мы видим, что это человеку интересно, нужно и важно, и, наверное, самоучаствие нам скажет, это нужно было для него или нет. А вдруг, я надеюсь, что такого не будут, люди перестанут ходить, значит, проблема в чем-то. И наша вина не то дали, ожидания не такие были, и поэтому нам будет о чем поговорить и задуматься. Но пока мы вот такую обратную связь ведем среди тех мероприятий, что мы проводили, среди участников, это благодаря именно анкетированию, опросам, интервью и так далее. Еще раз, в конце беседы, давайте напомним людям, которые хотят приобщиться к проекту, что им нужно знать, кроме страницы в Фейсбуке проекта. Поскольку нашим одним из партнеров является библиотека имени Грушевского, то можно записаться на наши активности непосредственно в библиотеке. Любой желающий может прийти в читальный зал, который находится на первом этаже, и оставить свою фамилию и записаться, на какой курс бы они ходили. Мы выделили пока для всех курсов одно время 16.30-19.30, чтобы люди не путались. Они выбирают один, а могут записаться на все курсы. Это может быть как гражданский лекторий, как разговорный клуб, как фотомастерство, как видеомастерство. И тогда посмотрим, кто записался, кто придет. Хотя уже гугл-регистрацию мы к завтрашнему мероприятию закрыли, мы уже промониторили, и на ознакомительное занятие мы пригласили всех желающих. Хотя, по-другому, реально их зарегистрировалось много. Вот завтра, возможно, может мы поделим их на группы, потому что если это разговорный клуб, мы не знаем уровень знания языка. Кто-то, возможно, придет с достаточно высоким уровнем, а кто-то вообще с начальным. И вот здесь будем делить их на группы. Посмотрим, кто зайдет. Факультет журналистики может стать посредником в таком вот нужном полезном деле? Ну, в факультете журналистики как раз и есть одним из соорганизаторов, да, одним из исполнителей и одним из инициаторов этого проекта. И поэтому многие занятия будут проводить наши преподаватели, журналисты. Мне очень приятно, что, например, курсы по фотомастерству будут проводить Олег Владимирович Владимирский. Это наш специалист по фотоискусству, наш один из лучших преподавателей факультета, который много провел занятий со студентами. Мне очень приятно, что на самом деле такие замечательные получаются работы у ребят, которые прошли его занятия. Дальше у нас видеомастерство. Вот преподаватель Владислав Данилов, который занимается, будет делиться опытом видеомонтажа, видеосъемки. Что касается медиаграмотности, сейчас у нас тоже будут гражданские лектории на эту тему. Будут преподавать, это Валерий Болган, который и работает на факультете, и тоже очень много он знает именно в трендах новых медиа. И поговорим по медиаграмотности. Таким образом, мы привлекаем, допустим, у нас в пятницу мы приглашаем журналистку из Нью-Йор Таймс, которая на самом деле проведет встречу для любого желающего, как журналиста, так и другого человека, кому интересны новые тренды в современных медиа. Поэтому мы ищем возможность привлечь интересную личность, с которой на самом деле можно было поговорить, обменяться и получить, главное, какие-то знания. Спасибо за полезную информацию. Татьяна, Анастасия, приходите еще с хорошими новостями и с достижениями новыми в вашем проекте. Спасибо за беседу. Спасибо большое. Оставайтесь на репортере, берегите себя, до новых встреч в эфире.